В Крыму утром прогремели взрывы. СМИ сообщают о бое в районе Тарханкута. В Крыму утром 24 августа прогремели взрывы в районе мыса Тарханкут. По предварительным данным, там произошел бой, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на «Крымреалии». Известно, что с пяти часов возле населенного пункта маяк на мысе Тарханкут, на западе Крыма, слышали взрывы. Скриншот Deep State Map, live, издание со ссылкой на украинскую разведку заявляет, что в районе мыса произошел бой с участием плавсредств и авиации. Официально разведка не подтверждала эту информацию, как установила «Радио Свобода», в селе Маяк расположена база третьего радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также в районе мыса Тарханкут находится радиолокационный узел РЛК «Небо-М» и РЛС «К-102Е2». По периметру там расположены позиции противовоздушной обороны противника. Скриншоты радиосвобода.org, при этом в российских СМИ заявляют, что якобы на мысе Тарханкут утром 24 августа произошла стрельба. Вражеские телеграм-каналы распространяют информацию, что около 3 часов 50 минут в кемпинге в селе Оленевка слышали выстрелы из РПГ, когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась, пишут россияне. При этом пропагандисты заявляют, что якобы Украина хотела устроить шоу с украинским флагом, ко дню независимости. Что этому предшествовало? Напомним. Вчера, 23 августа, в районе мыса Тарханкут, а именно в селе Оленевка, раздались взрывы. Позже крымские телеграм-каналы заявили, что там были поражены радиолокационные станции. Украинская разведка подтвердила, что на западе Крыма была уничтожена вражеская техника. Однако в гуру уточнили, что вблизи села Оленевка ликвидирована российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф», а также боекомплект и личный состав. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.